дорогие наши милые любимые женщины позвольте поздравить вас от всего сердца от всей души с праздником вашим с днем 8 марта именно вы несете в души мужские особую теплоту нежность любовь сами определения с вами связанные это священные слова для каждого мужчины жены и сестры мамы и бабушки дочки и внучки а у меня и две правнучки и вот накануне может быть 8 марта я особенно много писем получаю от женщин а вот пару недель назад вообще пришли такие очень серьезные мировоззренческие письма ко мне вот обратились к примеру рима карамова евгения кузнецова мария очень серьезные мировоззренческие вопросы поставила передо мной лилия филимонова и вот было такое любопытное обращение по поводу того что иногда женщин как-то не так расценивают окружающие мужчины я хотел бы сегодня вступиться за них хотя убежден что они в такой защите вовсе не нуждаются но так в порядке шутки в порядке и пояснений некоторых для упертых мужчин вот значит жалоба ко мне поступила такая вот меня уверяют что женщины значит из ребра мужчины поэтому они как бы вторичны я хочу разочаровать тех мужчин которые так мыслят и разочаровать их сославшись в том числе даже на слова из библии давайте вспомним их благо я помню все это наизусть вот напомним вам историю происхождения все-таки мужчин и женщин как же они произошли на свет божий и сказал бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему и создал бог человека по образу своему образу божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их вот и давайте вдумаемся в эти детали оказывается задумал то по образу и подобию а создал только по образу а подобие это надо за время жизни приобрести а почему же он завершает так мужчину и женщину сотворил их говоря о создании человека да все дело в том что сотворить человека это значит сотворить его с возможностью развития в преемственности поколений но такую возможность обеспечивает только союз мужчины и женщины вот почему это изначально формировалась как союз мужчины и женщины вот только этот союз и есть человек а а если этот союз разорван то нет человека поэтому здесь вот мы с вами должны понимать что женщины вообще-то первичные потому что они дают начало роду человеческому и именно тогда мы получим новую страну когда у нас стране появятся детишки из которых вырастут и василисы премудрые и елены прекрасные а это все на женщинах а это все на умении не зачать сильных крепких здоровых детей от женщины во многом все это зависит да женский ум и мужской ум это разные понятия но важно понимать что ни один из них не лучше и не хуже они просто разные и опять же сила их только в совместном анализе и оценке происходящих событий дело в том что женщина по физиологии своей когда рождает ребенка то она ориентирована а ум ее заточен на короткие интервалы времени то есть ей важно чтобы здесь и сейчас сегодня ребенок был накормлен здоров и мужчина в это время в древние времена уходит уходил на охоту далеко далеко в нынешние времена в командировке уезжает а вот эти краткосрочные проблемы все на женщинах а мужчина имеет ум ориентированный на более дальнюю перспективу так вот только совмещение представлений одни текущим женский ум на этот счет имеет особый интуитивный острый настрой вот соединение вот этого с взглядом на перспективу обеспечивает нормальное функционирование и семьи и страны и человечества и вот мне представляется что в наш век век острых кратковременных таких ситуаций когда буквально не столетия и тысячелетия а недели месяцы и годы могут определить быть или не быть человечеству как будет оно развиваться вот именно сегодня женский ум востребован по особому и мы это наблюдаем вспомним события которые произошли в берлине когда хотели понасмехаться над танком нашим а ведь именно женская логика и женский ум принесли горы цветов благодарных жителей германии тем нашим воинам которые сегодня отстаивают правду справедливость и будущее всего человечества поэтому именно женщины спасут мир и все у нас будет хорошо благодаря нашим женщинам мне очень хочется пожелать вам добра мне очень хочется чтобы мужчины берегли вас и берегли не только на уровне семьи но и на уровне нашей государственности мы как никогда должны сплотиться сегодня и на уровне трудовых коллективов и на уровне семей и на уровне нашей государственности в целом так победим я хочу пожелать вам тепла добра благополучия храни вас бог будьте счастливы и в завершение нашей встречи я хочу сказать вам что все цветы которые сопровождали ее выращены руками моей жены за это ей тоже особая благодарность она насыщает нашу жизнь цветами радости и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!